Общее укрепляющее, утром поднимающее настроение. Рабочий день в эфирном комплексе телерадиокомпании Щелкова начался не с совещания, а с зарядки. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, знакомые всем упражнения еще со школьной поры. А проводит гимнастику вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков. И это не случайно. Совместный проект региональной организации «Росмолдспорт» и Союза журналистов Подмосковья «Спорт в каждую редакцию» как мотивация к ведению здорового образа жизни, где, как известно, физическая активность – одна из составляющих. Кедия не нова, а похожие мероприятия, скажем, на производство проходили в советский период времени. Назывались эти акции, которые уже были тогда популярными, но они включались, скажем, в производственный график любой организации. Это производственная гимнастика. Мы пытаемся возродить все лучшее, что уже было, вспомнить это немножко с более современным колоритом, преподнести, чтобы это было смотрибельно, красиво и привлекало внимание молодежи, через вас, через журналистов, поскольку вы стоите как раз настрее, скажем так, формирования общественного мнения. Ранее сотрудники телерадиокомпании прошли анкетирование. По результатам этого опроса будут даны рекомендации лидерами «Росмолдспорта» по необходимым видам физической нагрузки. Программа же встречи включала в себя не только утреннюю зарядку, но и беседу в формате импровизированного брифинга, где сотрудники спорткомитета администрации городского округа Щелковой и журналисты смогли задать свои вопросы о развитии самбо, боевого единоборства, зародившегося в Советском Союзе. Мы знаем, да, что на Олимпийских играх много видов борьбы, которые для простого зрителя просто скучны. Вот что говорят все-таки президенты или председатели федерации для того, чтобы самбо все-таки включить в программу. Самбо сейчас стало временным членом Олимпийской семьи. Это временное признание сроком на три года. Сразу скажу, что еще в истории не было случаев, чтобы вид спорта получил временное признание, но не вошел в программу Олимпийских игр. Ну и как же не освоить некоторые приемы? Спорту быть и сегодня – это стало девизом по жизни для многих. Вот и наша редакция не исключение. Один из ярких моментов встреч в рамках проекта – показательные выступления гостей. Грелки в руках тяжелоатлета Сергея Гаджаняна надуваются словно воздушные шары. Вот он пример возможности человеческого организма и результат упорных, грамотных тренировок. Конечно, неподготовленным повторять подобное не рекомендуется. Проект «Спорт в каждую редакцию» стартовал в январе 2019-го. Так, за несколько месяцев планируется проведение подобных мероприятий в восьми редакциях подмосковных СМИ. Финальное же состоится в августе во время проведения девятой региональной журналиады. Анна Балиет, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». «Щелково, вперед!»